Добрый день! В этом году отмечается юбилей Корнея Ивановича Чуковского, поэтому я предлагаю вам нарисовать слона из стихотворения «Телефон». Начинаем мы с карандашного рисунка. У меня это лист А3, можете взять поменьше. Голова – это окружность. Пристраиваем под наклоном овал – это тело. Вытягиваем длинный хобот и в форме овала пририсовываем глазки. Маленький треугольничек снизу – это приоткрытый рот и большие, похожие на полуокружность, уши. Затем подрисовываем телефон в виде ручки. И вот таким вот треугольничком вниз локоток загибаем. Вытягиваем еще руку правую. В виде овала подрисовываем табуреточку и сгибаем ногу вниз. Вот такой вот линии согнутой. Затем пририсовываем еще вторую ногу. Маленький такой остренький хвостик. Внизу рисуем еще и телефончик. Сам телефончик с закругленными такими краями квадрат. Два рычажка и внутри кружочек. Работа будет выполняться гуашью. Прежде чем приступить к работе с красками, советую удалить яркие карандашные линии, чтобы они не портили рисунок. В этой работе, вот именно в этом образце, я не рисую фона. Если есть необходимость, вы хотите нарисовать фон, сделайте это до того, как вы начнете рисовать фигуру слона. Так будет удобней. Это можно быть зеленая лужайка, например, на которой он сидит. Для того, чтобы получить серый цвет, необходимо выложить на палитру белила, это белая краска, и понемногу начинать добавлять черный. Цвет должен получиться светло-серым. На тех местах, где есть какие-то мелкие детали, вот, например, нужно обойти глазки и тонкий хобот нарисовать, нужно пользоваться кисточкой потоньше, например, номер 3. Кисточка может быть как с натуральным ворсом, так и с синтетическим. Синтетические кисти более упруги и больше подходят для работы густой гуашевой краской. Надо закрасить всего слона, только оставить незакрашенными глаза и трубку телефона. Для того, чтобы выделить отдельные детали, руки, ноги, мы рисуем слона в виде человечка, сидящего на табуретке, поэтому я говорю руки-ноги. Так вот, для выделения отдельных деталей этого рисунка я добавляю побольше черного в получившуюся ранее серую краску и прохожу на тех участках, где необходимо отделить руки, ноги, показать где-то сгиб локтя и так далее. Вот таким вот движением тонко прохожу и обозначаю пальцы, вот здесь вот где он держит трубочку, локоток, хобот отделяю еще от уха и показываю тень на других участках. Я не оставлю это в виде такой вот обводки, а пройдусь еще влажной кистью и более светлым серым, для того, чтобы списать границу этой линии. И списать это значит сделать плавный переход от одного цвета к другому, в данном случае от более темного к более светлому. Это можно сделать просто влажной кистью, растянуть этот темный серый, чтобы это не выглядело в линии обводки, а показать вот этот вот плавный переход в виде тени. Вот таким образом. Или светлым серым пройтись поверху, добиться того, чтобы нога, та, которая дальше от нас правая, отделилась от левой ноги и рука, а также по линии, где ухо, которое дальше от нас правая, тоже необходимо пройти и растянуть эту тень, показывая, что то ухо находится дальше от нас. Вот таким образом мы отделяем части тела друг от друга, чтобы этот слон выглядел объемно, а не просто серым пятном. Вот по нижней границе хобота тоже можно провести более темную линию, ну и показать еще, что он похож на гофрированный такой шланг. Глазки я рисую голубым цветом, и после того, как эта краска просохнет, можно поставить еще черненький зрачок. А в конце нужно еще поставить маленькую такую белую точечку, обозначающую блик. Трубочка. Трубка телефона. Это у нас алая, ну или красная, светлая. Если там вы где-то немножко зашли, может быть, и неаккуратно провели серым цветом, то тогда вмешайте немножко в красной-белый, и тогда этот цвет перекроет все неровности в рисунке. Сам телефонный аппарат я тоже покрываю алым, оставляя посередине кружок белый, наборный диск. В нем нужно будет нарисовать такие серые темные точечки, это отверстие для набора, и поставить еще рычажки. Вот таким образом. Что еще в этом рисунке необходимо сделать? Шнур. Собственно говоря, остался шнур еще у нас. Я решила немножко придать больше объема этой трубке, поэтому снизу я прокладываю тень. Я немножко вмешиваю в красный-синий цвет, добавляю холодный-синий. И вот так вот прохожу здесь, и потом выравниваю, опять же добиваясь того, чтобы равномерно распределялась тень. Также я решила проложить тень с одной стороны телефона, телефонного аппарата. Вот так вот у меня здесь неудачно установлена камера, не видно полностью весь рисунок. К сожалению, это большой очень лист, обзор должен быть большой. Ну вот вы видите, да, слева и снизу я слегка прохожу. И потом тоже выравниваю эту тень. Табуретка. Я использую охру. С небольшим добавлением коричневого можно нарисовать. Вот, здесь надо тонкой кисточкой работать аккуратно. Но ножки, кстати, можно было и потолще сделать. Для того, чтобы нарисовать шнур, можно воспользоваться или черным фломастером, или черной шариковой ручкой. Я это делаю тонкой кистью. Вот, решила еще пройти, нарисовать ногтевые пластины. Такими полукругами. Намечаю еще кожаные складки в местах сгиба рук и ног. И можно нарисовать еще бровки и розовый треугольничек, открытый ротик. Вот, что получилось. Рисунок готов. А вот это работы моих учеников. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи! ПОДПИСЫВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦ